Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о самом настоящем чуде. У меня в руках iPhone XS Max с двумя сим-картами, с двумя физическими сим-картами, подчеркну. В общем, в конце 2018 года Apple решила, что нам-таки они нужны. Ну, точнее, не всем нам, а некоторым нам, потому что этот iPhone продается только в Китае и Гонконге. Гонконг – это тоже Китай, но такой немножко фривольный. Вот этот аппарат прилетел вчера буквально прямо-таки из самого Гонконга, привез его нам верный читатель и зритель Давид, за что ему огромное спасибо. Причем двойное спасибо, как две симки, так и спасибо тоже будет двойное, за то, что Давид смог преодолеть классовую ненависть к iPhone. То есть он вообще, в принципе, сам их терпеть не может, но ради этого обзора он специально пошел в Apple Store, взял iPhone и привез его в Россию. Давид, большое спасибо! Вы спросите, ну а как оно вообще все работает? Это же все-таки iPhone, там, наверное, двухсимичный режим должен быть какой-то очень необычный. Я вас немножко разочарую, несмотря на то, что это действительно iPhone и это Apple, каких-то радикальных отличий нет. Две симки, они и есть две симки. Если мы начинаем смотреть повнимательнее, то мы увидим, что лоток внешне с одной из сторон практически не отличается от своего аналога в обычных айфонах, с той лишь разницей, что у этого сзади есть такая небольшая выемка для второй симки. Причем, что немаловажно, это выемка с дополнительным таким фиксатором, который позволяет второй симке не вываливаться, когда вы вставляете первую. И это довольно важно, потому что вставлять вот их одновременно, если бы они не были зафиксированы, было бы проблематично. Apple об этом задумалась. Когда мы вставляем в двухсимочный айфон одну сим-карту, практически ничего не происходит, он никак не показывает свою вот эту магическую сущность. Она начинает проявляться только, когда мы вставим две симки. Тогда он говорит, ага, у вас тут появилось два тарифа, давайте выбирать, какой есть какой. Один назначаем основным, а второй уже, ну вот, по умолчанию он называется дополнительным, но вы можете назвать его рабочим, личным, только для данных, это уже как вам больше нравится. И, соответственно, мы выбираем модель использования. Можно сделать так, что второй тариф, вторая симка будет использоваться и для звонков, и для смс, а можно, что только для данных и все, то есть даже позвонить на нее будет нельзя. Это довольно удобно и практично. Есть очень важный момент, что полностью отключить вторую симку, если она вставлена, невозможно, то есть можно отключать только сразу две в авиарежиме, поэтому если вам по каким-то причинам вторая симка в данный момент не нужна, и вы не хотите, чтобы на нее звонили, надо просто вытащить ее из слота. Иного способа отключить ее пока нет. Внешне 10s Max с двумя симками и с одной симкой, вот этот односимочный, главное не перепутать, они ничем не отличаются, то есть не добавилось дополнительных антенн, ну, ой, абсолютно, то есть сходство абсолютное, и в принципе даже лоток от двухсимочного айфона подходит к односимочному, но, к сожалению, поддержка двухсимок от замен лотка не добавляется. Двухсимочный айфон стоит ровно столько же, сколько и обычный, поэтому выбирать, доплачивать, не доплачивать нам в данном случае не надо. Единственный момент, что ловкие барыги, которые возят двухсимочный айфон из Гонконга, они, конечно, чуть-чуть накидывают, но это не критичная совершенно разница, и задумываться в данном случае не приходится. Этот айфон и так стоит, настолько крепко, что лишние там 5-10 тысяч роли никакой не играют. Вопрос, нужны ли вообще две симки в айфоне? Смотрите, ну, во-первых, конечно, это красиво, когда у тебя две симки, и ты так вот другим состоятельным парням говоришь, что у меня не просто 10s Max, а у меня он с двумя сим-картами. Это, конечно, производит впечатление, все завидуют, да? Ну, просто прикольно, когда айфон с двумя симками, это очень необычно, эта прикольность сойдет на нет, я думаю, в ближайшие полгода-год, но пока это, конечно, экзотика, производит впечатление. А вот именно с точки зрения пользовательского опыта, ну, зачем нужна вторая симка? Она нужна в поездках, да? Она нужна в поездках, когда мы вставляем местную симку и продолжаем пользоваться основной. Да, в этом режиме она действительно важна. Если вы постоянно мотаетесь по забугорью, постоянно покупаете местные симки или добавляете туристические, конечно, да, вторая симка вам нужна. В поездках по России это уже, ну, роуминг интернету отсутствует на всех приличных пакетных тарифах, и если у вас до сих пор оператор берет деньги за поездки в другие регионы, ну, наверное, просто стоит тариф поменять или оператора, да? А вторая симка для поездок именно по России практически не нужна. Раньше, раньше вторая симка была нужна вот для тех, кто любит приватность, то есть у меня вот рабочая симка, у меня личная симка, которую знают только самые доверенные люди. Сейчас это все уходит, мне кажется, все, а вот эта вот личная переписка, она уходит в мессенджеры разного рода, и, в общем, если вот хочется какой-то приватности, ну, поставил еще одно приложение, и там все делаешь, и голос, и звонки, и фоточки, в общем, все как положено. Поэтому мне кажется, что две симки нужны в первую очередь для правильных таких понтов и для активных заграничных перемещений. Если вы постоянно находитесь в матушке России, да и из родного города не очень часто выезжаете, смысла в двух симках, честно говоря, я уже не вижу. Но, тем не менее, здорово, что мы это попробовали, что это работает, никаких особых причуд я не заметил. Если вы заметите, обязательно напишите в комментариях, проверим, протестируем. Спасибо, что посмотрели ролик, обязательно подписывайтесь, скоро тут будет еще несколько обзоров совершенно умопомрачительных гаджетов. Спасибо, до новых встреч!